Продолжение следует... Всем привет! С Вами Кривуля Андрей Чарли и в данном видео я хотел бы поговорить о сайте PolyEyeGone. А конкретно о текстурах, которые находятся в вкладке Surface Imperfections. И позволяет добавлять разные поверхностные дефекты к Вашим материалам. Поговорим о том, как работать с этими текстурами V-Raynex Beta 3 для Maya и Corona Renderer в 3ds Max. Поехали! Для сцены в Maya, я буду использовать такой материал и мы его загрузим стандартным способом, а в уроке с Corona Renderer с помощью специального скрипта. Не волнуйтесь, как его использовать в Maya, я тоже покажу. Выбираем нужное Вам разрешение и качаем материал. Открываем Maya и создаем обычный Plane 200х200см. Далее создадим V-Ray Rectangle Light. Для этого заходим в меню V-Ray Lights и выбираем данный источник света. После чего масштабируем его и перемещаем таким образом. Затем выбираем Persep Camera и назначаем от атрибута Physical Camera через меню Attributes V-Ray. У Вас появится вкладка Extra V-Ray Attributes, в которой можно будет настроить V-Ray камеру. В настройках рендера выбираем V-Ray. Включаем GI и Auto Exposition и Balance Below в Everides Camera. В GI у Вас должна быть связка Братфорс LightCash для того, чтобы работали эти опции. В V-Ray Next для Maya мне нравится то, что с помощью двух специальных иконок на панели Viewport, Вы можете включить EPR и Denoiser прямо в нем. Также, в самих настройках EPR можно уменьшить разрешение до 50% и таким образом ускорить работу. Итак, давайте назначим скаченный материал Polyagon на наш Plane. В скаченном архиве Вы найдете такие текстуры. Albedo, 2 Displacement карты разного формата . Glossiness карту, 2 карты нормалей, Reflection и конечно же карту AO. Для того, чтобы назначить материал на наш Plane, выбираем его, нажимаем правую кнопку мыши и меню Assign New Material. В появившемся окне, кликаем на V-Ray и в списке выбираем V-Ray MTL. HyperShade, кликаем правой кнопкой мыши на новом материале и выбираем GraphNetwork, чтобы начать работу с ним. Теперь в это окно перетянем Albedo, Normal и Gloss, которых для начала будет достаточно и соединим их с нужными слотами. Продолжение следует... Для Normal Map не забываем поставить Wrap Format и включить опцию Alpha is Luminance. Также в Bump выбираем Normal Tangent. Для начала Reflection Color ставим белого цвета. К настройкам Reflection Gloss еще вернемся. Давайте включим EPR и посмотрим, что получается. Уменьшим Shutter Speed, чтобы рендер был ярче и конечно же Reflection Glossiness поставим те же настройки, что и для карты нормалей. Так как именно Wrap Format и Alpha Luminance это правильное значение для такого типа карт. Таким образом, вы получите правильный материал на рендере. Теперь давайте его доработаем и добавим поверхностные дефекты. С Вами был Кривуля Андрей Чарли. Нажимайте палец вверх, если Вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. А также включите колокольчик рядом с подпиской для уведомлений. И конечно же делитесь данным выпуском через кнопку Поделиться. Всем мир!